За святую Русь помолюсь Так, ну вот наступили. Бьют куранты у меня в голове. Вот. Поехали. Итак, сегодня у нас 5 понедельник. У Москвы 16 часов. На Дальнем Востоке уже ночь. Продолжаем. 125 вебинар. Значит, я вдруг однажды, когда-то говорили про боготорговлей, так, а вы знаете, что такое торговля? Сплошной обман. Так же получилось. Сплошная трава, обсчёт и всё. К этому пришло. Понятия честность нету. Я туда подумал, а если бог садоводства? Набрал в Яндексе. Бог садоводства. И получил, что это древнейший восточнославянский бог. Есть, оказывается, у нас свой покровитель. Бог облачитель. Покрывает небо дождём и тучами. Облачитель. Или, выражаясь метафорически, заволакивающий облачным руном. Выгоняет на небесное пастбище облачная стада. Вот. Вспомните, как мы ждём дождя, когда страдаем. Вот. Ну и для полноты картины я ещё раз показываю вам знаменитую картину. Это монаха Слябер, национальный герой. Один из тех, кто спас нас, если бы не он. И его сподвижники. Вот. Что было бы сейчас. Но нас бы тут осень не было. Были бы другие люди. Поэтому мы должны низко поклониться и ему, отдавшему жизнь за Родину. И благодарить церковь за то, что она развела еврань святых. Где-то он рядом сейчас с Велесом. Вот. Ну. Каждый раз, где увижу сад, сразу начинаю смотреть, смотреть, смотреть. Обрезка на кольцо. Но это обрезка на вложение. Она вынужденная. Старые, видимо, может сухие ветки. Вот. Такие деревья белить. Можно белить, можно не белить. Я разницы не вижу. Молодые белить нельзя однозначно. А это дерево и может всё равно, скажем так. Но цветёт. Вот.